Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо Валерию Федоровичу, что представил уже меня. Я заведую лабораторию геомиграционного моделирования ИБРАЕ и поговорю о современных тенденциях в развитии гидрогеологических расчетных кодов на примере того кода, который разрабатываем мы, это программа ГЕРА. Следующий слайд, пожалуйста. Сначала начнем с отраслевых задач, количество которых, я бы сказал, что за последние десятилетия лавинообразно нарастает. Задач, требующих оценки долговременной безопасности на основе гидрогеологического моделирования. Поговорю о той роли, которую играют гидрогеологические коды в решении задач оценки долговременной безопасности. Приведу некоторые примеры создания достаточно сложных моделей на современном уровне с использованием программы ГЕРА и закончим мы перспективами развития. Следующий, пожалуйста. Если говорить о решаемых задачах, то выделим основные классы этих задач. Первый класс, это обычно задачи такие наиболее простые. Это приповерхностные объекты. Среди них множество объектов ядерного наследия, которые нужно выводить из эксплуатации. Среди них приповерхностные пункты захоронения рау, которые проектируются и строятся на сегодняшний день. Такие объекты обладают, конечно, своими особенностями. В первую очередь, это то, что процессы происходят в насыщенно-ненасыщенных условиях. Это фильтрация, перенос в зоне аэрации. Это достаточно сложные многослойные системы инженерных барьеров, включающие сильно неоднородные среды. Где-то гравий, где-то песок, где-то глину. С переменными во времени параметрами этих слоев, которые тоже необходимо учитывать. Дальше, пожалуйста. Второй класс объектов, которого хотелось бы коснуться, это полигоны глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов. В частности, нашим институтам потрачено много сил на создание и аттестацию модели полигона «Северный». Эта модель была аттестована несколько лет назад. Здесь такие объекты характеризуются, во-первых, сильно мультифизическими. Я еще дальше поговорю об этом. Это и тепловые, теплоперенос, тепловыделение. Это и плотностная конвекция. Это и химические взаимодействия в системе водопорода. И в том числе биологические процессы, например, нитрат редукции, о которой мы еще поговорим. Такие объекты характеризуются сложной геологической структурой. Здесь мы видим на примере полигона «Северный» сложную десятислойную геологическую структуру с наличием разлома, который отделяет сам полигон от реки Енисей. Все это мы должны учесть на моделях. Дальше, пожалуйста. И, пожалуй, самый сложный объект, с которым сегодня мы имеем дело, это площадка, участок Енисейский, на котором предполагается разместить в будущем пункт глубинного захоронения радиоактивных отходов. Но на сегодняшний день идет создание подземной исследовательской лаборатории, в которой будет изучаться вмещающая среда и те процессы, которые способны привести к переносу радионуклидов к земной поверхности. Здесь объект очень сложен тем, что среда трещиноватая, это гнейсовая порода. Требуется моделирование на сверхбольшие времена, в силу того, что туда предполагается захоранивать долгоживущие высокоактивные отходы. И это времена обычно порядка миллиона лет. И площадка характеризуется большими неопределенностями в параметрах, в граничных условиях. И, учитывая большой временной масштаб, это и сценарии развития тоже. Следующий, пожалуйста. Если говорить о роли гидрогеологических кодов в процедуре оценки долговременной безопасности, здесь в упрощенной форме слева показана сама процедура оценки долговременной безопасности. Сначала это анализ особенностей событий и процессов площадок, разработка сценариев. Затем идет разработка моделей и уже выполнение расчетов на этих моделях. И последний этап – это оценка воздействия на человека и окружающую среду. Ну, отмечу, что многое здесь не учитывается, так как такие этапы, например, как оценка неопределенности, но здесь это не очень важно. Модели миграции в водной фазе, которые моделируются с помощью гидрогеологических кодов, они используются вот на втором этапе. На этапе выполнения расчетов миграции радионуклидов от наших пунктов захоронения до биосферы. Принято разделять эти модели на модели ближней зоны и дальней зоны. Отмечу, что бывают и модели промежуточных масштабов, которые, например, позволяют учесть детально структуру захоронения и в то же время, например, удаляются в породу на первые сотни метров от этого захоронения. Для моделирования на сегодняшний день используются в основном два подхода. Первый – это упрощенный подход, когда нужно получить либо грубые, очень консервативные оценки, либо нам недостаточно знаний об объекте, чтобы использовать серьезные трехмерные модели. Это такие коды, как аттестованный код ЭКОЛЕГО, коды ГОДСИМ и АМБЕР. Это камерное либо одномерное моделирование. И аналитические расчеты. Если же данных достаточно, либо требуются более прецизионные расчеты, то используются гидрогеологические коды для трехмерного моделирования. Среди российских кодов на сегодняшний день две программы активно разрабатываются и поддерживаются. Это наш код ГЕРА и код НИМФА, разрабатываемый в НИИФ. Среди зарубежных здесь стоит отметить семейство кодов МОДФЛОУ и ФИФЛОУ. Это очень серьезные программы, которые известны, конечно, всем гидрогеологам. Они разрабатываются с 70-х, 80-х годов прошлого столетия. Коды еще, я бы сказал, старого поколения. И вот коды нового поколения зарубежные. Это ПИФЛАТРАН, ОПЕН-ЖИРАСИС и АМАНЗИ. Дальше, пожалуйста. Если говорить о тенденциях развития гидрогеологических кодов, которые мы видим на сегодня, то надо отталкиваться от того, какие же сложности мы встречаем при решении гидрогеологических задач. Сложности – это мультифизические процессы, необходимость моделировать сразу несколько сопряженных процессов. Это очень большие времена прогноза, большие сетки, поскольку требуется большая детализация в моделях. Это необходимость оценки неопределенностей, которая диктуется нормативными документами. И это необходимость, в частности, для нашего ПГЗРО на участке Енисейский. Это необходимость моделирования процессов фильтрации переноса в трещиноватых средах. Все это требует, в первую очередь, разработки высокоэффективных расчетных средств, что подразумевает под собой параллельные расчеты и неструктурированные адаптивные сетки. Естественно, мультифизичные модели и эффективные линейные и нелинейные решатели для больших задач, и специфические модели для трещиноватых средств. Здесь я хочу отметить модели на сегодняшний день, которые распространены. Это Discrete Fracture Network, DFN. Модель DFM, которая позволяет учесть дополнительно к DFN, учитывает как трещины, как объекты размерности N-1, так и саму среду, как объект размерности N и обмен между трещиной и средой. Более упрощенный подход – это подход эквивалентной пористой среды, эквивалент порос-мидия. И еще один подход – это Stochastic Continuum Media. Это попытка стокхастического моделирования параметров сред на основе знаний о средних характеристиках трещин. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь перейдем к расчетному коду ГЕРА, лидером разработки которого я являюсь. Наш код разрабатывается двумя институтами – это ИБРАЕ и Институт вычислительной математики. Код обладает дружественным графическим интерфейсом. На сегодняшний день вот здесь приведены моделируемые процессы. Это фильтрация в различных постановках, напорно-безнапорная, ненасыщенная постановка, двухфазная фильтрация, вода-газ. Это базовые процессы переноса, адвекция, диффузия, дисперсия. В то же время можно учитывать такие сложные процессы, как геохимия, причем с детальным расчетом химических реакций. Цепочки радиоактивного распада, процессы тепловой и плотностной конвекции. И одна из самых новых функциональных возможностей – это учет поверхностного стока совместно с подземными водами, что позволяет объединить в модели поверхностные и подземные воды. Следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний день хочется отметить, что первая версия кода ГЕРА аттестована и активно используется на сегодняшний день в задачах оценки безопасности. Вторую версию мы сейчас ждем уже окончательного решения по аттестации. Надеюсь, что мы находимся в конце этого процесса. Регулярно проводится кросс-верификация по отношению к сторонним развитым западным кодам. Ведутся работы с французским институтом ИРСН по кросс-верификации и бенчмаркингу с их кодом мелодии. На сегодняшний день у нас предоставлено 5 коммерческих лицензий и 3 некоммерческих. Валерий Федорович уже говорил про учебный курс. Учебные курсы проводятся практически ежегодно, а в этом году даже будет фактически второй учебный курс. Поэтому всех заинтересованных я приглашаю к участию в нашем учебном курсе по коду ГЕРА. Моделирование реальных объектов уже используется как на большом количестве приповерхностных объектов и на пункте глубинного захоронения, проектируемом на полигоне закачки. И вот недавно работа была интересная по оценке долговременной безопасности для выводимых из эксплуатации бассейнов выдержки на Белоярское. То есть активное использование на объектах. Дальше, пожалуйста. Теперь, говоря о том, как современные тенденции используются при разработке нашего расчетного кода, я отмечу, что, конечно, ГЕРА допускает параллельные расчеты на больших сетках, на миллионах и десятках миллионов ячевик. Но я в то же время отмечу, что все-таки параллельные расчеты – это прерогатива достаточно крупных команд и решения достаточно крупных задач. Все-таки, так сказать, рядовой гидрогеолог, его обычная работа с кодом – это работа на персональный ЭВМ с возможным использованием многопроцессорности своей собственной машины. Для поддержки кластера нужны всегда дополнительные люди, грамотная система организации сборки кода на кластере и поддержки взаимодействия конечного пользователя с кластером. Если говорить о расчетных сетках, то здесь представлены два сеточных генератора, которые у нас реализованы на сегодняшний день. Один – это треугольно-призматический сеточный генератор. В то же время там допускаются и ячейки в случае выклинивания слоев, пирамидальные ячейки, тетраэдры тоже, то есть это смешанные расчетные сетки, основа которых – треугольные призмы. Сетка допускает сгущение и разгрубление. Этот генератор наиболее такой робастный и генерирует сетку практически всегда. Есть также гексоэдральный сеточный генератор с использованием восьми деревьев. Он обеспечивает трехмерное сгущение к различным объектам и позволяет скалывать ячейки вдоль различных границ и контуров. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше хотелось бы привести несколько примеров построения достаточно продвинутых моделей на современном уровне. Следующий слайд, пожалуйста. С использованием таких мультифизичных моделей. Первый пример – это оценка эффекта плотностной конвекции на полигоне Северной. Отмечу, что обычно в моделях, используемых для полигонов глубинной закачки, эффект плотностной конвекции, он не учитывается, поскольку достаточно сложно его моделировать. В этой работе была проведена оценка значимости этого эффекта. Здесь представлены, собственно говоря, границы расчетной модели, распределение напоров в расчетной области. Результаты опубликованы в статье, представленной тоже на экране. Следующий слайд, пожалуйста. Отмечу, что вот здесь оценивался эффект плотностной конвекции. Нас интересуют ореолы концентрации нитрата натрия, в данном случае представленные красным и черным цветом. Черным цветом представлен ореол с учетом плотностной конвекции, красным без учета плотностной конвекции. Мы видим, что если проводится моделирование на 50 лет закачки, то в первом нижнем горизонте за счет того, что закачиваются тяжелые отходы с плотностью нитрата натрия до 240 грамм на литр, происходит расползание пятна отходов по дну, по подошве первого горизонта. И мы видим, что ореол через 50 лет закачки увеличивается вдоль подошвы. Следующий слайд, пожалуйста. Насколько же критично с точки зрения долговременной безопасности это увеличение? Ну вот через тысячу лет мы видим, что ореолы концентрации нитрата натрия уже практически одинаковые для модели с плотностной конвекцией и без нее. Связано это с тем, что достаточно быстро в течение где-то первых 100-200 лет сильно снижается концентрация нитрата натрия в растворе за счет дисперсии и за счет двойной пористости среды. Соответственно, уже силы плавучести перестают играть столь сильную роль. И на горизонте тысячи лет мы уже не видим существенного эффекта плотностной конвекции, поэтому вполне обоснованно мы можем его и не учитывать на моделях. Следующий слайд, пожалуйста. В данном случае оценивался другой эффект, эффект биодеградации нитрата иона на том же полигоне Северный в первом горизонте. Химиками работа проводилась совместно с коллегами из Института физхимии и электрохимии. Химиками установлен эффект биологической редукции нитрата иона в подземных пластах. И этот компонент, который всегда в расчетах считался инертным, на самом деле он будет деградировать со временем. И в расчетах проводилась оценка, насколько быстро он может деградировать, насколько это существенно с точки зрения долговременной безопасности. Наши расчеты показывают, что нитратредукция достаточно существенно влияет на убывание нитрата иона в подземных горизонтах и в перспективе, пока не проводилось долговременных расчетов, это интересная задача, которой, я думаю, вскоре мы проведем это моделирование, но это процесс, который фактически влияет на самоочистку пласта от нитратного загрязнения. То есть это процесс, который играет на руку безопасности полигона. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь скажу несколько слов о моделях переноса с химическими взаимодействиями. У нас в ГЕР реализованы как упрощенные модели, это сорбция по изотермам, так и более сложные модели, когда, во-первых, можно сделать модель, где коэффициент распределения зависит от концентрации основной компоненты, в частности, от нитрат иона. И самые сложные модели – это модели с полноценным расчетом химических взаимодействий. Расчет производится с помощью модуля FreeQC. Это фактически стандарт современного геохимического моделирования. Отмечу, что вот этот третий вариант, он в большинстве случаев является вспомогательным при определении коэффициента распределения для моделей дальней зоны. И в моделях дальней зоны обычно используются первые два варианта в силу, так сказать, высокой сложности вот этих геохимических расчетов. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь приводится достаточно простой пример моделирования в коде Гера умягчения с помощью ионообменных смол, умягчения воды. То есть поступает на вход в колонку с ионообменной смолой вода с солями кальция и магния. В колонке кальций замещается на натрий. Мы видим вытеснение кальцием натрия. И сначала идет натрий. И кальций, как мы видим, вот на представленном справа внизу рисунке, кальций значительно отстает от фронта прохождения воды. То есть это моделируется принцип работы фильтров с ионообменными смолами. Самый простой тест. Дальше, пожалуйста. То, что удалось сделать за последнее время, гораздо более сложная модель, это модель с учетом проницаемого реакционного барьера. То есть это модель, позволяющая смоделировать случай, когда на пути миграции радионуклидов в породу добавляется так называемый проницаемый реакционный барьер, который позволяет осаждать мигрирующее загрязнение на этом барьере и не пустить его дальше. В качестве примера можно рассмотреть урансодержащий раствор. В данном случае как раз вот есть сверху закачивается такой раствор в нагнетающую скважину. Она отмечена вот сверху. В этой модели есть региональный поток, направленный с севера на юг. И откачивающая скважина внизу. Поток, соответственно, идет с севера на юг и еще с учетом нагнетания и откачки этих скважин. На следующем слайде мы увидим... Следующий слайд, пожалуйста. К сожалению, не получилось показать динамику этого моделирования, но расположение проницаемого реакционного барьера. Слева мы видим результаты расчета с проницаемым реакционным барьером. Справа, без этого барьера. Мы видим, что барьер позволяет фактически полностью осадить мигрирующий уран на этом барьере и не пустить его дальше. Это технология, которая вполне может использоваться для недопущения распространения загрязнения от приповерхностных объектов куда-либо дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Также я хочу отметить, что ГЕРА на сегодняшний день может использоваться не только, как мы привыкли, для моделирования процесса в дальней зоне, но и для моделирования переноса в ближней зоне. И здесь очень важным моментом является возможность моделирования с переменными параметрами, потому что и контейнеры, и инженерные барьеры безопасности имеют тенденцию к деградации и к изменению своих свойств. Соответственно, здесь мы можем видеть интересные эффекты, когда появляются вследствие изменения этих свойств пики выхода концентрации, которые не наблюдаются в обычных моделях с постоянными значениями всех параметров. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и также одна из самых новых моделей – это возможность учета трещин, крупных разрывных нарушений на моделях. Вот в данном случае моделировалась площадка ПГЗРО, участки Минесейский. Мы учитываем трещины с помощью подхода Discrete Fracture Matrix, когда учитывается фильтрация и перенос как в трещинах, в таких двумерных объектах, так и в самой матрице породы. И данная модель, замечу, вот справа позволила учесть структуру захоронения, всю сложную структуру со всеми тоннелями и скважинами. И оценить поток в захоронении, поток воды в ПГЗРО на этапе его функционирования. Оказалось, что учет трещин на модели показывает, что через трещины приходит поток в два раза выше, чем из порового пространства. Следующий слайд, пожалуйста. И последнее, что хотелось бы сказать, это перспективы развития кодов. Вот перспективы развития кодов, которые видятся сегодня, они следуют из наших задач. Это мультифизичные модели, биология, химия, учет деградации барьеров. Это модели для трещиноватых сред. Сложный вопрос – это повышение эффективности нелинейных, да и, в общем-то, линейных решателей, потому что задачи очень большие, сильно нелинейные. Это методы оценки достоверности результатов, поскольку на таких больших масштабах для таких сложных задач неопределенностей очень много. И тот момент, где мы можем быть первыми, это использование нашего российского опыта, поскольку действительно множество объектов очень сложных, с богатым опытом уже прошлым, который мы могли бы использовать в своих разработках. И здесь как раз я вижу первые, главные перспективы, где мы можем быть сильнее других. Спасибо.